Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Екатерина Лазарева. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня выпуски. В Казанском университете запустили чат-бот для иностранных студентов. Ежегодно объем отходов модной индустрии достигает 92 миллионов тонн. Как сохранить экологию, разбираемся в нашем сюжете. На площадке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Казанские университеты Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Баумана подписали соглашение о создании научно-внедренческого центра «Единое здоровье человека и животных». В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зибаров, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины Рустам Равилов. По соглашению, центр создается в целях совместной разработки и реализации программы фундаментальных и прикладных трансляционных исследований в области здравоохранения, ветеринарии и сельского хозяйства. В мраморном зале 2-го высотного корпуса Казанского университета состоялась гражданская панихида по выдающемуся ученому, крупнейшему специалисту в области органической элемента органической химии, деятелю науки и высшего образования, профессору Казанского университета, академику Академии Республики Татарстан Владимиру Ивановичу Галкину. На церемонии прощания присутствовали родные и близкие, коллеги и ученики Владимира Ивановича. Соболезнования родным и близким выразил ректор Ильшат Гафуров. Это был одновременно и воспитатель, поскольку воспитал огромный приятный талант в молодых ученых и исследователях. И члены семьи, наверное, сделают все. И я имею в виду, и только члены семьи Владимира Ивановича, но семья большого нашего химического института и университета. Чтобы память об этом выдающемся ученым, воспитателем, педагоге навсегда сохранилась в наших сердцах и стенах нашего университета, была увековечена. Паспортно-визовое сопровождение – один из самых важнейших сервисов, которые предоставляет Казанский университет иностранным студентам. Для упрощения процесса ВУЗ запустил специальный чат-бот в Телеграме. О том, какие преимущества имеет новая система, смотрите наш следующий сюжет. Узнать о сроках продления визы, необходимости сдать документы и задать вопросы по поводу миграционного учета. Теперь не нужно стоять в долгих очередях. Все это можно сделать нажатием всего одной кнопки, благодаря чат-боту. Кроме того, бот предполагает предоставление направления, так называемые куш-уведомления, то есть не просто по запросу, а именно когда документ готов, тебе в Телеграм приходит сообщение о том, что вот твой документ готов. Делается это все автоматически, просто мы ведем определенную базу данных, и если происходит обновление базы данных, то, соответственно, сразу же отправляются сообщения. Помимо этого, бот предполагает и напоминания для студентов, чтобы они ничего не забыли. Например, виза заканчивается через месяц, и нужно прийти и сдать документы. Далее система будет только совершенствоваться. У нас сейчас будет добавляться возможность выбора языка, потому что, скажем так, некоторые студенты могут не совсем четко понять название того или иного документа, справки. И для того, чтобы им было удобнее работать именно с документами, мы хотим сделать и на китайском, и на английском, и еще ряд языков, которые достаточно распространены у нас в университете среди студентов. Чтобы получить доступ к чат-боту, студентам необходимо обратиться в паспортно-визовый отдел, секторы которого расположены по двум адресам – деревню Универсиады, дом 7 и Гвардейская, 32. Мне кажется, это очень удобно, вообще очень удобно. Просто там занимает 5 секунд, мы уже знаем наш статус по поводу документов. Диана Желенкова, Фарид Захитоглой, Универ Ньюс. На заседании Координационного совета по обеспечению взаимодействия органов исполнительной власти Республики Татарстан и молодежного правительства РТ был утвержден третий состав этого правительства, в который вошли 16 представителей Казанского университета. Они будут работать по направлениям деятельности министерств и ведомств Республики. К данным всегда студенты КФУ и выпускники КФУ показывают достаточно высокий уровень своих компетенций и подготовки. То есть действительно ребята из разных сверх, которые интересуются разными профилями, нашли в состав. Есть советники, которые интересуются вопросами экономики, вопросами культуры, экологии, образования, здравоохранения и так далее. Текстильная промышленность на втором месте после нефтедобывающей среди индустриальных загрязнителей окружающей среды. Объем ежегодных отходов составляет 92 миллиона тонн. Какие есть последствия и пути решения экологической катастрофы от объема нашего гардероба для последующих поколений, разбираемся в следующем сюжете. В 1960 году с целью поддержки хлопковых плантаций на территории Узбекистана и Казахстана было изменено течение двух рек, впадавших в Аральское море. Это привело к тому, что от него почти не осталось и следа. Фактически вода разбиралась на многочисленные так называемые ерики, на многочисленные водоемы, которые потом использовались для хлопководства. И вот сейчас получается, что эти территории, которые были разобраны, то есть вода была разобрана с этих двух крупнейших рек, эти территории вполне процветающие, там и рыбу ловят в этих озерах, ериках. А озеро море Арал перестало получать почти с 1990 года вообще никакого питания. Человек сам решил взамен на хлопковую одежду высушить или просто выпить целое море. Никогда влажный прибрежный климат сменился резким, засушливым. Пример Аральского моря, он очень печальный, он пример для всей планеты. Это вообще-то мировая трагедия, это трагедия планетарного масштаба, потому что долгое время даже не знали, как эту проблему решать дальше. На высушенном дне регулярно возникают пыльные бури, которые разносят соли, яды и пестициды. Конечно, не только производство одежды выпило Аральское море. Можно сказать, что развитие хлопководства является одной из доминирующих причин, но вкупе необходимо добавлять и ряд других факторов, как использование водных ресурсов в целом в агропромышленном комплексе не только Узбекистана, но и Казахстана. Каждый год со дна моря поднимается более 75 миллионов тонн пыли, ядовитых сульфатных и хлоридных солей. И это цена захлопковой плантации, которую поддержали в 60-х годах. Многое ли изменилось в 2020 году? Текстильные фабрики продолжают сбрасывать необработанные химикаты в реки. Это ядохимикаты, используемые главным образом для покраски тканей, сделали большие части крупнейших рек, такие как Читарум в Индонезии и Джузян в Китае, непригодными для рыболовства. Каждый новый случай, скажем так, загрязнения реки, или уничтожения, или засыпки, просто приводит абсолютно к такому, скажем, негативному восприятию, потому что, понимаете, понятно, что это преступление перед человечеством в будущем. При окрашивании тканей в производстве синтетики выделяются вредные газы. Так, в 2015 году выбросом этого сектора промышленности производство одежды составили 1,2 миллиарда тонн парниковых газов. Это больше, чем за тот же период прозвели все самолеты и корабли в мире. На протяжении 15 лет продажи одежды по всему миру выросли вдвое, в то время как срок ее службы резко сократился. Сейчас проблема состоит в том, что часть вашего гардероба уже через несколько лет может оказаться в мусорке. По данным Greenpeace, ежегодно объем отходов модной индустрии достигает 92 миллионов тонн. Производство многих синтетических тканей негативно влияет на окружающую среду. Например, нейлон при производстве влечет к выбросам закиси азота, которые являются парниковым газом, что в 300 раз более мощнее, чем углекислый газ. Наиболее токсичными являются всевозможные химические реагенты, как красители, флотореагенты, отбеливатели, то есть различный ряд ксенобиотиков, которые не существуют в природе и которые труднодоступны для биоразложения в естественных условиях. Как наша одежда загрязняет мировой океан? Полиэстер – одно из самых популярных волокон, используемых сегодня в моде, содержится примерно в 60% одежды. Из этого материала делают спортивную форму платья, брюки и куртки. Полиэстер хорошо сохраняет цвет, быстро сохнет, держит форму, при этом разлагается сотни, а то и тысячи лет. Этот материал расщепляется в стиральных машинах, что приводит к накоплению микропластмасс в водных системах. Сейчас производство одежды на втором месте среди индустриальных загрязнителей окружающей среды. Это в мировом масштабе. Но что может сделать каждый из нас и прямо сейчас? Давайте сдадим ненужную вещь в специализированный контейнер. Теперь она будет повторно использоваться или отправиться на переработку. И это посильный вклад в будущее нашей экологии. Теперь ход за каждым из вас. Виолетта Басова, Камиль Шеймарданов, Илья Андреев, Универ Ньюс. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!